Предметом деятельности комитетов общественного самоуправления являются вопросы местного значения. Со слов председателя первого УКОСа, расположенного в микрорайоне Африка, за текущий 2013 год здесь рассмотрено более 60 дел и прошло 11 заседаний. Кроме этого велись приемы граждан руководителями различных подразделений администрации округа Мурома и коммунальных служб. Говоря о результативности, отчетный год сложился для нашего УКОСа довольно удачно. А зависит это прежде всего от активности домовых комитетов, многие из которых работают в обновленном составе. Как правило, наши активисты своевременно информируют КОС о социальных, криминальных, коммунальных и прочих проблемах. В свою очередь вопросы оперативно доводятся до сведения соответствующих ведомств, а проблема не остается незаметной. Решая вопросы социальной направленности в КОСе номер один ведется так называемый социальный паспорт микрорайона. В него заносятся адреса жителей, остро нуждающихся в помощи. На учете в Комитете общественного самоуправления сегодня находятся 40 одиноких людей, 85 малобеспеченных семей, 32 многодетные семьи, 203 ветерана Великой Отечественной войны, 45 инвалидов и 22 родители, воспитывающих детей в одиночку. При этом работы, конечно, хватает. Ведь этот год для коммунальной сферы выставил серьезные испытания банкротства управляющих компаний ООН, ЦЖКХ и ООН «Виктория Плюс». И тем не менее, определенная преемственность в работе позволила сохранить нам нормальные отношения с управляющими компаниями и старостами. А муниципальному контролю со стороны администрации округа Муром не потерять из поля зрения ни одну коммунальную проблему дома. Только за 2013 год Комитетом самоуправления было направлено в различные инстанции 180 писем по общим проблемам микрорайона. В текущем году частично заменена изоляция теплотрасс, решался вопрос освещения улиц, асфальтирования дорог и придомовых территорий. Однако проблемы в микрорайоне еще остаются и усугубляются большим числом ветхого жилья, изношенностью коммуникаций. Остается нерешенным вопрос по строительству новой линии уличного освещения по улице Профсоюзной и Гоголева. Предстоит решить вопрос по ремонту улиц Физкультурная, Горького, Профсоюзная, Гастелла, Чкалова и многих дворовых территорий. Первый КОС тесно взаимодействует социальным фондом поддержки населения, органами опеки, срочной помощи на дому. Через социальный фонд 93 жители микрорайона получили разного рода материальную помощь. Это на 12 человек больше, чем в прошлом году. На прошедшей отчетно-выборной конференции работа актива КОСа номер один была признана удовлетворительной большинством голосов делегатов, избранных жителей микрорайона. Галина Воробьева, Николай Молоденов, Новости 24, Муром.